Открытие путепровода в районе моста отряда в Абакане все-таки откладывается. Полностью работу удастся завершить только в следующем году. Однако подрядчик делает все возможное, чтобы транспорт начал ходить по мосту уже к концу декабря. Единственное, что может помешать, это сильные морозы. На большой стройке побывала Наталья Гармашова. С самого начала реконструкция путепровода по улице Кирпичная в районе моста отряда велась не без трудностей. Они возникли из-за несоответствия проекта, по которому работал подрядчик в действительности. Грунт был не тот, что заявлен на бумаге. Выявились неучтенные старые сваи в земле. За стройматериалами приходилось ехать за сотни километров от объекта. Но теперь все основные работы уже выполнены. Установлены русловые и береговые колонны. Последних потребовалось восемь. Вес каждой более 22 тонн. Это одни из самых тяжелых деталей путепровода. Поднимали их сверхмощным краном, 200-тонным, доставленным с Айнашушенской ГЭС. Сегодня опоры уже укрепляют грунтом. Позже эти насыпи облицуют плиткой. Сейчас готовится у нас, отсыпается второй конус. Вот я думаю, что сегодня-завтра мы его закончим. И на концу этой недели мы планируем завершить работы по устройству шкафных стенок. И затем будем уже монтировать, завозить, монтировать балки полетного строения. То есть в декабре, наконец, можно будет увидеть очертания моста. Его протяженность составит 41 метр. Ширина больше 15. Все недоговоренности, которые возникали между заказчиком, Хакасавтодором и подрядчиком, уже остались в прошлом. Сейчас сообща решают вопрос ускорения темпов работ. Сроки, предусмотренные контрактом, уже истекли. Прорабатываем вопрос с подрядной организацией о том, чтобы они в текущем году максимально выполнили работы. Каждый день выезжаем и смотрим, пытаемся с подрядчиком находить общие точки соприкосновения. Мы будем работать, мы не сдаемся. Мы идем вперед и будем идти вперед, пока мы не закончим мост. Единственная проблема, с которой сталкиваются строители сегодня, это погода. Чем холоднее на улице, тем больше времени требуется на прогрев бетона. Поэтому конструкции утеплели. Под этими зелеными укрытиями размещены тепловые пушки. Остается надеяться, что декабрь окажется не слишком морозным. Тогда к Новому году по путепроводу поедут машины. И больше не потребуются временные светофоры на трассе Абакан-Подсиние. Ну а класть асфальт на мосту, обустраивать тротуары и монтировать освещение предстоит только следующей весной. И хоть реконструкцию путепровода в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автодороги» не удалось уложить в срок, в Минтрансе считают, что это не должно отразиться в будущем на финансировании дорожных проектов. Наталья Громашова, Дмитрий Симонов, Вести Хакасия.